Здравствуйте! Это Итоги на репортере. Важнейшие темы уходящей недели и эксклюзивы от корреспондентов репортера. В прямом эфире меня зовут Григорий Блайда и в начале традиционно о главных темах нашего выпуска. Неуловимый. В одном из сел Любашовского района вбор не дает покоя местным жителям. Не осталось ни одного двора, куда бы не наведался злодей. Ждали и не дождались. Одесские пенсионеры массово обращаются в центры соцзащиты и к журналистам с одним вопросом – почему не растут пенсии? 160 рублей добавили. Это плевок в духу, это нищая пенсия. Ну, как облуданную кость тебе швырнули вот. За все годы незалежности я ничего не приобрела, ни одной новой обновки. Одной канавой меньше. В Одессе вот-вот возьмутся за реконструкцию Деволановского спуска. Комплексное благоустройство территории, включая капитальный ремонт зданий, замену мощения, коммуникации, постановление зеленых насаждений, установку уличных светильников, уличной мебели и так далее, малых архитектурных форм. ВИП-гости и звезды на сцене. Самый прогрессивный вуз Украины. Одесская юридическая академия отмечает 20-летие. С победой! С праздником! С Днём Рождения! Академия! И начнём выпуск с резонансного сообщения в Белгороде-Днестровском. Драматичные события. Там мужчина взял в заложники двух женщин, а в третью стрелял. В полицию обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что беспредел творит её отец, а его заложники – её мать и сестра. На место сразу же выехала оперативно-следственная группа. Правоохранителям удалось установить, что имеет место банальная семейная ссора. Возникла она из-за денег. Поначалу полицейские пошли на переговоры с неадекватным мужчиной, но затем оказалось, что он выпил, находится в невменяемом состоянии, да ещё и начал стрелять из окна по полицейским и своей дочери. Спецоперацией по задержанию дебошира руководил лично начальник областной полиции Дмитрий Головин. На месте происшествия было принято решение о развертывании оперативного штаба и проведении специальной полицейской операции. Ввиду того, что мужчина не шёл на контакты с переговорщиками, продолжал производить стрельбу в сторону полицейский, было принято решение о силовом штурме. В результате злоумышленник задержан, заложники освобождены, никто из заложников не пострадал. У злоумышленника было обнаружено и взято пятизарядное ружьё, револьвер, а также так называемые коктейли Молотова. Дом нарушителя спокойствия брали штурмом, на месте развернули целый оперативный штаб. Инцидент расследуют сразу по трём статьям. Покушение на преступление, умышленное убийство и сопротивление полиции. Ну и в последние недели осени Любашовский район ворвался в лидеры сводки криминальных новостей. Дома жителей села Бубрик-2 атакует грабитель, мелкая бытовая техника, вещи, посуды и даже еда. Преступник работает в основном по ночам, а также в то время, когда хозяева домов просто отсутствуют. Главный подозреваемый – уроженец Бубрика, уже дважды побывавший в местах не столь отдалённых, в том числе за двойное убийство. Работа малочисленных групп районной полиции пока безрезультатна. Жители Бубрика, а большая часть из них – обычные пенсионеры, живут в постоянном страхе. Застать за кражи убийцу не хочется никому. На неспокойном севере области на этой неделе побывал Виталий Хемий. Два десятка домов разной степени достатка. Вот уже несколько месяцев жителей села Бубрик-2 в страхе держит ночной вор. Зайшов згорода, зайшов ось у цю кухню, тут була їжа, він все тут поїв, забрав, що йому треба перерив, усі шухляди. Зайшов у друге приміщення, там теж все перерив, що шукав, не знаю. Ось тут у нас стоїть два шкафи, один шкаф – там дитяча одежа, він подивився, що йому це не підходить. А в другому шкафу там я шкафу я складаю, ну такий, що ми вже не носимо, ну нормальна одежа. Він відкрив усе, викинув на стіл, по стульях все пороскидав і вибрав, що йому потрібно. Антонина Апалька воссоздает события одной із последних ночей. В її дворе несколько нежилых помещений, так що у незваного гостя було місто, де розвернуться. Сосідка сім'я Апалька також матеріально пострадала от визита грабителя. Чого ж не страшно? Ось дивіться, сусідів, що хазяїн є, молоді, та взагалі що робив, а що мені казати бабі 75-й год? Чого не страшно? Страшно, звісно. Він у мене вже був у кухні, ось там у тій кухні був. Ще перший раз, як він, та він там у мене закрутку позабирав, там усе позабирав у кухні, що було. Орудує ночной вор в основному в домах, расположенных на окраині села. Дальше либо лес, либо кладбище, либо перепахані поля. Недалеко от кладбища проживає і сем'я містного священника. Этот дом преступник посіщав за останнє время п'ять раз. Родственниця служителя церкви розповідає, як професіонально сільський вор ванімал стекла із окон одного із строений і искал ценные вещи. Впрочем, не тільки ценные. Забирав все, що може пригодиться в быту. Даже кастрюлю і дрова. До хати там ломав двері. І з цього такого поперекидав, шукав гроші, наверное. Що, я не знаю, що він шукав. Робили. Двері зламав, там замок видно, там зломаний у хаті замок. Та вже прийшли, там вона кого подзвонила, прийшли та поставили новий замок. А в обличчях хтось бачив людину цю? Ніхто. Дивіться, де тут. Сусідів нема, нікого нема. Нічу хто, кого. Сам боїться вийти. Думаю, що там його гавкають. І як вийде, чи буде стояти, я вийду, і бахне, і все. Бобрик-2 – крупніший із чотирьох сіл Бобрицького сільсовєта. Здесь проживає около 800 чоловік. При этом в населенному пункте немало брошених домов, откуда прежні хозяева съехали в поисках лучшей жизни. В таких строениях возмутитель спокойствия какое-то время может переждать, однако подолгу на одном месте он не сидит. Планчинда Николай, не помню витражение его, который здесь родился, который знает здесь территорию, знает, где прятаться. Могу даже сказать, что пять производств, которые находятся у нас производства, по которым мы установили преступника. Но одна ситуация – то, что не удается его поймать, потому что лицо не имеет постоянного места жительства, может проживать, как и в старых домах, как все не в посадках в летнее время. Подозреваемый в новых кражах Николай Плачинда дважды побывал в тюрьме, 7 лет за двойное убийство пенсионерки из своего подельника. Причем поймали тогда Плачинду под Вознесенском. Он вышел и стал искать средства к существованию. При помощи жителей села вора задержали. Он снова отсидел, вышел и все повторяется по новой. Первый раз так же ловили. Милиція збирала охотников, делали какие-то облавы на него, поймали отсидел. И повторяется снова то же самое. Какие средства защиты есть? Может под кроватью какое-то ружье, топор? Я охотник, конечно, есть, чего же нет. А бабушки то с топорами, с качалками сплят. Боятся того, что вы понимаете сами. Когда человек побывал здесь, и мы знаем, что он был в местах по избавлениях воли, и шел в него на уме, Бог его знает, теперь страшно выйти на дверь. Вот даже вечером мне страшно, извините, в туалет выйти, потому что Витка, я знаю, может он там сидит где-то и спостерегает за мной. На поиски задержания Николая Плачинды брошены все силы Любашовского района. Другой вопрос, что силы эти не безграничны. К примеру, на шесть сел района приходится всего один участковый. А в целом в районной полиции работает 72 человека. Больше мы их не можем поставить, потому что есть определенные штаты, разработанные Министерством внутренних дел. И потому и количество, больше количества, чем нам разрешено, мы утвердить не можем. Это утверждает Киев. Если бы людей было больше, было бы легче, как вы думаете, поймать? Ну, я думаю, да. Тем не менее, Любашовские полицейские оптимизма не теряют. Поймать Николая Плачинду, говорят в органах, дело времени. Последние три недели идет отработка спецоперации, подробности которой разгласят сразу после ее успешного завершения. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер. И с 1 декабря украинцы зажили по-новому правительство на 78 гривен. Увеличило прожиточный минимум для трудоспособных граждан до 1762 гривен. Прожиточный минимум, сразу скажу, это стоимостная оценка потребительской корзины, включающая минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Так вот, для сравнения, в соседней России этот показатель составляет 8726 рублей. Это в эквиваленте и в нашей валюте 4030 гривен. То есть в Украине этот показатель в три раза ниже, чем в соседней России, и в четыре раза ниже, чем в самой бедной стране Европейского Союза, Болгарии. Там прожиточный минимум составляет около 200 евро, то бишь почти 6000 гривен. И другие подарки от правительства. Прожиточный минимум для детей до 6 лет повысился на 66 гривен и теперь составляет 1492 гривны. Для детей от 6 до 18 лет улучшение уже на 83 гривны до 1860. Для лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум вырос на 61 гривну и теперь составляет 1373. И, пожалуй, самое любопытное. Министр соцполитики Украины Андрей Рева обещает, что правительство повысит пенсии тем, у кого они и так остались мизерными. Только в Одессе эти реформы, увы, замечают далеко не все. Справедливые пенсии на практике оказались не такими уж и справедливыми. Пенсионеры, получившие осовременивание выплат, особо их и не почувствовали. Большинство получило надбавки всего-то до 200 гривен. В причинах этого феномена разбиралась моя коллега Анастасия Левкович. 160 рублей добавили. Это плевок в духу, это нищая пенсия. Ну, как облуданную кость тебе швырнули вот. За все годы незалежности я ничего не приобрела, ни одной новой обновки. А в супермаркет я иду, я к вам на экскурсию пришла, разглядываю. Взять, не взять, да ладно, обойдусь. Это не жизнь, а такое-то выживание на 3D. Доедаем, донашиваем, доживаем. Валентина Николаевна всю жизнь проработала водителем скорой помощи в больнице моряков. С рабочим стажем в 36 лет она со спокойной совестью вышла на пенсию. В 1991 году, июнь месяц, июнь месяц, я ушла на 132 рубля. Как я была счастливая, я так работала до упада, мне говорила врач, у тебя плохая кардиограмма, ляг, полечись. Я говорю, мне некогда лечиться, я же зарабатываю на пенсию. 132 рубля, это был потолок, это был потолок, значит, зарплата была нормальная. А теперь, говорят, коэффициент не тот, это не то, лишь бы тебе не дать ничего. Октябрь этого года женщина ждала с надеждой, но обещанная справедливая реформа добавила к ее мизерной пенсии 168 гривен. А вот другая наша героиня получила и того меньше. А сейчас добавили 96 гривен. Можно ли, если коммунальные услуги такие большие? На лечение я уже не говорю, кушать, во всем отказываю. Утром кашка, в обед мивину заварила, а на вечер стакан кефира. О колбасе, о мясе я вообще не думаю, не смотрю, потому что денег нет на это все. Вера Васильевна тоже вышла на пенсию с началом независимости. Полтора месяца назад женщина рассчитывала хотя бы на удвоение своей пенсии. Она получала всего полторы тысячи. Пенсионерка жалуется, проработав буфетчицей в порту, рассчитывала на более достойные выплаты. Привозили товар. Сама разружала, что вот палец как стянула, на операцию делать у меня денег нет. Сама разружала, сама отпускала, кормила людей. Конечно, у тебя круглосуточная работа. В день обращаются по пенсионному вопросу 2-3 человека, это стабильно. Вообще в день у нас прием около 30 человек, но вот каждый день пенсионный вопрос у нас на слуху. Как именно пересчитывается пенсия? Нет такого шаблона, под который можно человеку сесть и пересчитать пенсию. Для этого нужно обращаться в пенсионный фонд. Это их внутренняя информация, которую они могут по каждому человеку предоставить. За разъяснениями такой несправедливости мы пошли напрямую в пенсионный фонд. Там нам объяснили, низкие надбавки – норма. Никто и не обещал всем золотых гор. Эта реформа была направлена на то, чтобы как раз убрать вот эту несправедливость по году выхода на пенсии. То есть никто не говорил, что пенсия у всех увеличится там на 400, на 500 или всем на 1000. Опять была бы та же самая уравниловка. То есть значительный размер пенсии произошел у тех, у кого был потенциал, скрытый потенциал в его личном деле. Под скрытым потенциалом пенсионщики подразумевают перерасчет выплат не с учетом прожиточного минимума, а исходя из средней зарплаты. Именно в обновленной формуле, считают эксперты, и кроется возможность дальнейшего увеличения пенсий, когда примут бюджет на следующий год. Но и тогда надбавки не будут резкими. Будут они пересматриваться в связи с изменением прожиточного минимума. Когда будет принят бюджет на 2018 год, там будут заложены, когда будет изменен прожиточный минимум. Это может быть доплата за сверхнормативный стаж. Это пересматриваются надбавки, которые рассчитываются от прожиточного минимума. Но такого повышения, которое было в октябре месяце, нет, оно не будет. В дальнейшем чиновники обещают новое осовременивание пенсий. Через два года автоматически пересмотрят и среднюю зарплату. Но многие эксперты называют такие обещания еще одной подачкой правительства перед грядущими выборами. Анастасия Левкович, Григорий Евич, Переканал Репортер. Ну а тем временем печально известная канава может стать новой жемчужиной Одессы. Главный архитектор города Александр Голованов презентовал проект реконструкции Деволановского спуска. О благоустройстве этого района регулярно говорят те, кто приходит к власти в городе. Однако до сих пор в сердце исторического центра Одессы царят трущобы, ставшие настоящим притоном для бездомных людей и наркоманов. Случилось даже так, что красивая обновленная лестница моста Коцебу упирается в разруху Деволановского спуска. Сможет ли предложенный проект стать спасательным кругом для полумертвого района Одессы, узнавала моя коллега Вероника Годятская. Во времена, когда мэром Одессы был Эдуард Гурвиц, Деволановский спуск предлагали превратить в деловой район. Затем хотели организовать здесь молодежный квартал. Ни одну из этих идей превратить в жизнь так и не удалось. То не доставало денег из местного бюджета, то мешали владельцы полуразрушенных зданий. Решили оставить все как есть. Прошло время и благоустройство Деволановского снова на повестке дня. Комплексное благоустройство территории, включая капитальный ремонт зданий, замену мощения, коммуникации, восстановление зеленых насаждений, установку уличных светильников, уличной мебели и так далее, малых архитектурных форм, упорядочение мест парковки, устройство дополнительных пешеходных пространств и мест отдыха. Но далеко не все одобряют планы главного архитектора города. Одним из самых значимых недостатков проекта общественники называют неприспособленность района для пешеходов. Прямоугольные стеклянные здания, рядом парковка, брусчатка. То есть как делается в цивилизованном мире. Если идет благоустройство какого-то городского элемента, вначале делается так, чтобы удобно было пешеходам. То есть комфортно должно быть в первую очередь жителям, пешеходам. Обязательно комфортно должно быть для людей с ограниченными возможностями. То есть должны быть пандусы, должна быть какая-то ровная дорожка. Видно, что люди, которые это проектировали, чиновники, видят наш город только через окошко своего автомобиля. Минус предложенного проекта – отсутствие единой концепции, уверена урбанистка Мария Смирнова. Доволановский спуск, как городской объект, займет свою нишу только если получит свой неповторимый стиль. Урбанистка предлагает применить элемент путешествия во времени. То есть превратить Доволановский в сосредоточие новейших технологий или наоборот в колоритный район Старой Одессы. Город написал, что они хотят его включить в пешеходный маршрут. Возникает вопрос для чего. То есть если мы туда направим туристов, мы должны им что-то показать. То есть либо это станет улица какой-нибудь там инновационной архитектуры. Там мы пригласим под застройку новых зданий знаменитых каких-то архитекторов с Украины, либо кого-то из-за рубежа, и там будут какие-то двигающиеся фасады, то есть что-нибудь такое инновационное, что будет вызывать у людей восторг. Либо мы, допустим, можем ее отреставрировать полностью в стиле Старой Одессы и показать первозданный реально ее стиль. Обустроить Доволановский спуск и уничтожить трущобы – идея полезная. Но начинать подобный проект можно лишь после разработки системы ливневок. Ведь такую картину видят одесситы на Доволановском спуске каждый раз после дождя. И это без ураганов. Обычный летний дождь. Здесь самая настоящая река. Середина лета – Одесса. Отсутствие ливневой системы со временем привело к промоинам, что может стать серьезной преградой для строительства наземных бульваров и парковок. Картовые провалы появляются из-за промоин. То, что они там сделали и создали какой-то бульвар над дорогой, это, во-первых, еще выполнить конструктивно очень тяжело. То есть я не представляю, как они это будут делать на территории, которая имеет карстовые провалы. Мы видим, что недавно был провал, где мост Коцебу, либо бывший полицейский. Судя по представленным общественности макетам, здания между Доволановским и Польским спусками снесут. Все строения можно условно поделить на жилой и нежилой фонд. В первом случае закон регламентирует предложить равноценное жилье каждому владельцу квартиры на Доволановском. Закон сегодня это позволяет в интересах территориальной громады. Это жилье может быть выкуплено через решение суда у этих владельцев. Тем более, что это жилье, которое там есть, в частности, дом на Польском спуске, ниже Строгановского моста. Ну, он дышит, этот дом наладан последние 20 лет. Поэтому, не дай бог, какое-то землетрясение, он просто разрушится. Поэтому с людьми нужно провести нормальный разговор, предложить им нормальный вариант. Владельцам аварийных нежилых зданий, скорее всего, предложат их продать. Вероятно, будут и те, кто от сделки откажется. В крайнем случае, можно привлечь их, стать акционерами этого бизнеса. Например, мы решили строить там бизнес-центр. Люди говорят, мы не хотим продавать, вот нам закон. Хорошо. Мы оцениваем независимым оценщикам стоимость этих строений в таком разрушенном состоянии. Говорим, ну, они сегодня стоят миллион долларов. Вы хотите быть акционерами вот этого бизнеса, который мы там строим, торгово-развлекательного комплекса? Да, хотим. Общая стоимость 150 миллионов, ваш миллион. Вы будете владеть тремя процентами, как акционер этого бизнес-центра. То есть надо искать способы с людьми договариваться. Очевидно, если городская власть захочет внести реконструкцию Деволановского спуска в список своих добрых дел, то ей предстоит огромный пласт работы. Договориться с десятками людей, продумать прежде всего мощную систему ливневок и привлечь инвесторов. Не забыть о сохранении аутентичности спуска. А это, как видим, очень непросто. Вероника Годяцкая, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Одесской юридической академии 20 лет праздничные мероприятия прошли в оперном театре и в банкетном зале «Ренессанс». Студентов, преподавателей и руководство вуза поздравили высокопоставленные гости. Все поздравления прислали президент и премьер-министр страны. По традиции в этот день выбрали главную красавицу академии. А завершился грандиозный праздник выступлением приглашенной звезды, самого популярного исполнителя в молодежной среде Дмитрия Монатика. Съемочная группа «Репортера» подробно о праздновании юбилея одного из лучших вузов страны. Торжественные мероприятия по случаю празднования юбилея Национального университета, Одесская юридическая академия, который называют украинским Гарвардом, и 170-летие Одесской школы права стартовали в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Как и подобает, вначале на сцене звучит гимн Украины в исполнении хора Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой. Затем состоялась презентация фильма, приуроченного к юбилею «Альма-Матер». Здесь представлена история создания вуза и то, каким университет стал спустя 20 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Одесское чудо мирового масштаба, грандиозное творение Созидателя, самый успешный образовательный проект независимой Украины, кузница будущей элиты государства, Национальный университет Одесская юридическая академия, преемник богатых традиций Одесской школы права. С таким грандиозным праздником профессоров, преподавателей, студентов и друзей вуза поздравил основатель университета, известный государственный и политический деятель, народный депутат Украины, почетный гражданин города Одессы, президент Национального университета Одесская юридическая академия, академик Сергей Васильевич Кивалов. Я горжусь нашими студентами, я горжусь нашим профессорско-преподавательским составом и хочу пожелать всем нам творческого подъема, успехов. Хочу, чтобы в ваших домах, в ваших семьях было тепло, был уют, был достаток и пусть нас всех хранит Господь. Спасибо вам за все. В день 20-летия коллектив Одесской юрокадемии принимал поздравления от первых лиц города и области. Глава Одесской облгосадминистрации вручил нагрудные знаки от Верховной Рады Украины и отличия облгосадминистрации членам коллектива вуза. Также Максим Степанов со сцены зачитал поздравления от президента Украины Петра Порошенко. Коллективу Национального университета Одесская юридическая академия, Шановные друзья! Широ вітаю науково-педагогических працівников, співробітников, студентов, аспирантов и выпускников Национального университета Одесская юридическая академия и с 20-летием от дня его засунования. За эти годы ваш заклад став альма-матер для тысяч высококвалификованных специалистов, которые получили признание и авторитет. Переконаны, что профессионализм и наполеглая работа коллективу и надалее сприятимут развитию украинской правительской системы. Будут надежным подгрунтем реформирования высшей школы на прогрессивных европейских засадах. Божаю вам мощного здоровья, мирного неба, шедрої доли и новых завершений в имя Украины. Президент Украины Петро Порошенко Качество образования, которое предоставляється в Одесской юридической академії, оно может только радовать, и этим реально нужно гордиться. Я хочу пожелать, чтобы всегда было желание и огромное желание двигаться вперед нашей Одесской юридической академии. Свои поздравления также передал председатель Верховной Рады Украины. Пожелания развития и стабильности прозвучали в этот день от замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, который обратился с поздравительным адресом от премьер-министра Украины. Своей излагодженной творчею праце вы робите важливую справу для всего нашего народа. Выховуйте юридичную и науковую элиту Украины. Бажаю выкладочам и студентам творчого наткнения и наснаги, а Академии подальшего процветания и стремкого развития. С повагой премьер-министр Украины Володимир Гройсман. В честь юбилея коллектив Национального университета Одесская юридическая академия был награжден Орденом Трудовая слава, а президенту вуза вручили Орден Григория Григорьевича Морозли в первой степени. Наградить почетным знаком отличия Одесского городского головы Трудовая слава Трудовой коллектив Национального университета Одесская юридическая академия. Национальный университет Одесская юридическая академия это не только знания, это не только колоссальный труд всех абсолютно без исключения, это еще и активная жизненная позиция, активное участие в жизни города. Потому что в самом прекрасном городе Украины, в городе Одессе должен быть самый прекрасный авоз. И я хочу, и думаю, вы меня поддержите, сказать огромное спасибо и поаплодировать Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он создал такое действительно чудо Одесское. Спасибо вам. Высокопреосвященнейший митрополит одесский и измаильский Агафангел, по благословению которого в Одессе появилась первая в Украине студенческая церковь святой мученицы Татьяны, также чествовал университет. Митрополит вручил ордена Украинской православной церкви руководству вуза, профессорам и преподавателям. Сердечно приветствовать вас знаменателям юбилеем и со 70-летием Одессской школы права и 20-летием Национального инститета Одессской юридической академии. Строгое исследование установленным законом может динамично и достойно формировать личность человека, стабильно и справедливо устраивать общественный строй государства. В этот знаменательный день университет получил почетное отличие Всемирного юридического альянса, лидер в сфере юридического образования, а Сергей Кивалов получил всемирное звание «Выдающийся деятель современности». Отметим, что празднование юбилея прошло в день работников прокуратуры Украины. Ваше свято спевпало с Днем прокуратуры Украины, и тому всех, кто сегодня працюет на нелегкой дневе прокурорской деятельности, я божаю здоровья, счастья и творчей наснаги. Отмечая знаковый юбилей «Альмаматор», Сергей Кивалов вручил звание почетного доктора университета «Хонориус Кауза» Валерию Пустовойтенко украинскому государственному и политическому деятелю, экс-премьер-министру Украины, который в 1997 году поддержал идею создания Одесской государственной юридической академии. Стала независимой Украина. И мы должны были привести наше законодательство как независимую страну. Здесь уже собственная... И у нас не было базы. Надо было создавать. При помощи университета национального Одесского решен вопрос абсолютно подготовки юристов к Украине. Также удостоился звания почетного доктора Йозеф Болок, учредитель, владелец и руководитель юридической фирмы в Швейцарии, почетный консул Украины в швейцарском городе ЦУК. В 2001 году Болок впервые посетил университет и учредил программу стажировок в Швейцарии для студентов и аспирантов Одесской юрокадемии. Я президент университета, мистер Кивалов. Мои дорогие студенты, дамы и джентльмены. После четырех генераций, моя семья, из моей мамы, вернулась в Украину. Мой отец живет в украине, который сейчас находится в Украине, называется Гоидош. Поэтому я вернусь здесь. После 15 лет, я вернусь здесь в Одесса. Торжества продолжились в крупнейшем банкетном зале Юга Украины «Ренессанс». В юрокадемии стало доброй традицией, что все значимые даты здесь отмечают вместе руководство, преподаватели и студенты вуза. Будущие юристы, поздравляя альмаматор, подчеркивали, ни разу не пожалели, что выбрали именно национальный университет Одесская юридическая академия. Юрокадемия – это лучший вуз, в котором я учусь, уже работаю. Мне очень здесь комфортно и удобно. Она дала мне очень многое. Во-первых, это знание, во-вторых, это знакомство с прекрасными людьми, с прекрасными преподавателями. И хочу пожелать вузу только достижения и свершения еще высших высот. Просветание, улучшение, чтобы с каждым годом становилось все лучше и лучше. Что преподавателя скажете? Преподаватели отличные и самые лучшие в мире. Дала много позитивного, дала очень много хороших эмоций, воспоминаний. Естественно же, я стала на ступень выше, стала эрудированным человеком. У меня появились возможности реализовать свои цели и мечты, работать адвокатом. Сейчас стажируюсь помощником. Чего бы я хотела пожелать в вузу? Наверное, успешных студентов, которые стремятся развиваться, достигать своих целей, чтобы наш вуз мог гордиться теми специалистами, которых он выпускает. Первый месяц, который я поучилась. Вы знаете, было очень много различных эмоций, было очень много удивительных моментов. Меня поразил преподавательский состав, потому что это действительно профессионал своего дела, это интересные люди. Я ни на секунду не пожалела, что я поступила в этот университет и считаю его лучшим не только в нашем городе, а и в нашей стране. В юбилей в Одесской юрокадемии впервые прошел конкурс «Преподаватель года». Интернет-голосование среди студентов определило сразу пять лауреатов. Победители благодарили не только своих студентов за поддержку, но и руководство университета за те условия, в которых работается с удовольствием. Признание для меня в первую очередь – это внимание моих детей, которые заметили, оценили мои старания, которые дают мне силы, которые дают мне вдохновение на то, чтобы заниматься этим в дальнейшем. Успех – это любовь студентов. Я работаю с 2005 года, учился здесь. И говорят, преподаватель года, а я вот, слава богу, преподаватель уже 13-й год. И горжусь этим, и рад этому. Люблю свою работу, и люблю своих студентов. Благодарим Сергея Васильевича за такую возможность преподавать в этом университете. Открытость, современность, стремление к постоянному развитию – основные характеристики вуза, которые давали высшему учебному заведению в своих оценках – приглашенные гости. За 20 лет университету удалось достичь в своей работе того, к чему многие вузы идут полвека, а то и больше. Я приїхав сьогодні, щоб привітати один з найкращих вищих навчальних закладів півдня України, всієї з України, з його 20-ти річчям. Сьогодні 20 років юридичної академії, і 170-ти річчя з моменту заснування юридичної освіти безпосередньо в Одесі. І тому я приїхав сюди, мені приємно бути серед таких поважних людей, мені приємно долучитися до святкування, відчути атмосферу свята, побути з викладачами, побути зі студентами, послухати їх, подивитися їх в очі. І це завжди заряджає енергію. Ми бачимо, що можна гордитися прекрасним колективом, многотисячним, висококваліфіцірований професорсько-преподавательський состав. Ми бачимо на цих студентів. Вони не тільки добре вчитися, вони талантливі. І талантливі во всьому. Ми знаємо, що студенти Національного університету юридичної академії у нас сьогодні працюють в различних направлениях. Це вже видаючіся адвокати, судьи, прокурори. Також, ми бачимо на цих студентів. Ми бачимо на цих студентів. Історію вуза ни разу не було поводом усомниться, що студенти і випускники – головне богатство альма-матер. Це не тільки успішні адвокати, прокурори, судьи, журналисты, політологи, соціологи, психологи. На юбилейному вечере юноши і дівшки в очередной раз продемонстрировали свої таланти. Музика «Красивий світ, дуже качественний звук, прекрасна вип-звізда сьогодні у нас виступає. І дуже, саме головне, красиві, добрі, веселі, талантливі дівшки». Кульминація вечера – традиційний конкурс Міснаціональний университет Одеська юридическая академія. В цьому году за корону победительнице боролись 17 участниц. «Впрочем, борьбой или каким-то жёстким соперничеством конкурс назвать нельзя», говорит Міснаціональний университет Вероника Шувалова. За неделю подготовки между участницами завязываются тёплые дружеские отношения. «Признаюсь честно, дружба на конкурсе красоты между девушками существует. Это всё стереотипы, дурные стереотипы. И поверьте мне, это правда. Девушки после конкурса выходят более уверенные, успешные, а также заводят новые знакомства. И это восхищает». После дебютного дефиле, в котором зрители и членов жюри познакомились с участницами, конкурсантки продемонстрировали свои таланты. «Музыка» «Музыка» Хореографическая и вокальная подготовка студенток оказалась на традиционно высоком уровне, что и отметили представители жюри. «В первую очередь хочу сказать огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что несменно каждый год меня приглашают в состав жюри данного мероприятия. Я очень благодарна. Я с большой радостью, с огромным удовольствием дарю украшения каждой конкурсантке данного конкурса. Конечно же, конкурс «Мисс Юрокадемия» это, наверное, самый масштабный конкурс не только по численности участниц, но и по численности зрителей. Это очень масштабный, яркий, красочный конкурс, бесподобное концертное оформление, бесподобные залы, бесподобная организация. И все на высоком и грандиозном уровне». Члены жюри, глава общественной организации «Союз юристов Украины», трижды генпрокурор Святослав Пескун в ярком выступлении девушек видит труд преподавателей, а также руководство академии. Условия академической жизни таковы, что и на учебу хватает времени, и на развитие своих талантов. «Союз юристов Украины» «Союз юристов Украины» «Союз юристов Украины» «Союз юристов Украины» «Те, что я сьогодні побачил, я знаю, что оно происходит уже много лет. И мне знал, что это не просто художная самодельность, это на уровне профессиональных постанов, для того, чтобы можно было этим девушкам даже выходить на международный уровень. Благодаря вашим выкладчикам, благодаря материальной базе, которую имеет юридическая академия Одесская, вы можете такую возможность, шановые студенты, проявить себя не только как специалисты, а и как люди, как красуни, что касается девочек. И, конечно, это самые интересные годы вашего жизни. И я уверен, что вы их тут проводите с удовольствием. Не меньший восторг у публики вызвал выход участниц в вечерних платьях. Этот этап конкурса еще больше усложнил для жюри поиск ответа на главный вопрос вечера. После длительных дискуссий жюри вынесло свое беспристрастное решение. Титул «Мисс Национальный университет» Одесская юридическая академия 2018 завоевала студентка третьего курса факультета гражданской хозяйственной юстиции Татьяна Гаврильчук. Светлана Гаврильчук, студентка третьего курса факультета гражданской хозяйственной юстиции Татьяна Гаврильчук. С победой! С праздником! С Днём Рождественной Академии! Счестно говоря, я засыпала и просыпалась мыслями о том, что я нового сделаю на конкурсе, чем я смогу удивить и произвести впечатление. Поэтому для меня подготовка была очень долгая, мучительная, можно сказать, но приятная в итоге. Я буду с гордостью, конечно, нести свою корону целый год. И для меня особенная честь то, что это произошло на 20-летие, на юбилей, дня рождения Национального университета Одесская юридическая академия. Впереди у Татьяны Гаврильчук участие в не менее престижных конкурсах. Девушка будет представлять не только город или страну, но и защищать честь вуза. Одесской юрокадемией заложены победные традиции. В 2001 году Александра Николаенко завоевала корону Мисс Одесса, затем корону Мисс Украины, а потом вошла в десятку лучших на Мисс Мира и была членом жюри конкурса Мисс Вселенная. Из последних самых громких результатов, конечно, это результат студентки-выпускницы Аласи Стефанко, которая добилась в Украине самого наивысшего результата. Она стала первой Мисс Вселенная, то есть конкурс, который самый престижный в мире. Ярким украшением торжества стал праздничный торт, сделанный мастерами-кондитерами специально к юбилею вуза. Право зажечь необычные свечи-фейерверки было предоставлено отцу-основателю университета, президенту вуза Сергею Кивалову. Каждый год мы видим, что лучшие и лучшие выступления наших студентов. И все, что мы делаем, и сегодняшний конкурс, и сегодняшние события, мы делаем это в первую очередь для студентов и преподавателей нашего высшего учебного заведения. У нас очень талантливые дети, и я горжусь, что именно они учатся в нашем национальном университете Одесской юридической академии. А закончился праздничный вечер феерическим выступлением популярного исполнителя «Монатика», который буквально взорвал зал своей энергетикой. Подарок руководства академии одинаково был позитивно воспринят не только студентами, но и преподавателями, которые не покидали танцпол до завершения концерта. «Монатика» 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 «Монатика»